Я больше всего горжусь тем, что я врач-кардиолог высшей категории. Потом я кандидат медицинских наук, ну и уже потом все остальное. Все, договорились. Как дела? Нормально? Думаю, сердце, оно всегда исторически во всех мифах и легендах, помните, преподносится как именно та сокровенная часть нашей души, которая отвечает всегда за эмоции, за привязанность. Разобраться в работе этого органа – это же прекрасно. Мы с неврологами всегда спорим по этому поводу. Они говорят, мозг – это так красиво. Я говорю, ну где, в каком месте красиво? Сердце, вот это абсолютная красота. Ну, так, смеемся, конечно. А завтра мы будем выписываться, спокойно вас заберут. Вы знаете, она очень внимательная, очень грамотная. Всегда выслушает, всегда посоветует все, как что. Умница. Умница, одна сторона. Первый раз в жизни встретила такую кардиолога. Вот, например, лучший наставник 2018 года. Есть у меня такая награда, официальная вполне. Вот это, наверное, правильно. То, что не удается, ну, скажем так, наставлять, что ли, своих более молодых коллег, это тоже здорово. Когда твои ученики идут в другие медучреждения, становятся заведующими отделением, становятся заместителями главных врачей, и когда они говорят, что, Аюна Сергеевна, вам большое спасибо за то, что вы нам дали, это всегда очень приятно. Ну, вот мы находимся в нашем, как говорят, святая святых, в операционном блоке, где проводятся в этих операционных основные большие операции, которые относятся к высокотехнологичной медицине. Вот сразу наша первая операционная – это кардиохирургическая операционная. У нас бригада не менее 10 человек. Кроме вот трех хирургов, вы здесь видите операционную сестру двух анестезиологов, одного перфузиолога. Видите, да, рядом стоит отдельная машина, это называется аппарат искусственного кровообращения, и от каждого из них зависит дальнейшая судьба нашего пациента. Поэтому здесь в нашей работе не бывает такого, единоличной работы такой не бывает. Это комплексная большая бригада работает. Кардиология – это то, что лечится, как говорится, таблетками, а хирургия – это когда ножом. Поэтому здесь конкуренции никак не может быть, а это можем только друг другу помогать. Поэтому где-то оперированного пациента, как правильно лечить и так далее, поможет Айона Сергеевна. А тех пациентов, которых они не могут, как говорится, таблетками вылечить, можем помочь мы, хирурги, со своим скальпингом. Поэтому здесь конкуренция не может только взаимопомощь. Ну, мы же жили в разных соседних, скажем, деревнях. В 1986 год, по-моему, вот тогда там познакомились, в общем-то, участвовали в Олимпиаде. В общем, потом, когда уже разъехались, она мне открытку отправила. Тогда же открытки были, почтовые, да, тогда. С 23 февраля, по-моему, завязалась дружба. После четвертого курса женились. Пятый, шестой курс еще уже как семья проучились. Потом приехали, прошли интернатуру. После чего родили первенца, дочку, в которой сейчас уже кардиолог и уже сама мама. Отработали 5 лет, потом поехали в ординатуру уже. Одновременно нас взяли. Поэтому так удачно. Так же семьей. В институте сразу видно, кто здесь случайно, а кто действительно будет работать. И когда я поступила в медицинский и стала там учиться, и вот потом я испытываю до сих пор, да, и чувствую глубокой благодарности к родителям за то, что они меня туда направили. У нас профессии одинаковые. Это кардиохирургия, кардиология. Они всегда идут наравне. Другу-другу мы пациентов забираем. В том числе и дома мы всегда обсуждаем этих же самых пациентов и так далее. Наоборот, это, конечно, в помощь. За какую бы работу она ни бралась, она к этому относится суперответственно. Она ночами не будет спать, если что-то не доделает. Поэтому она очень мало спит. Действительно, потому что, занимая такую должность, главного нештатного кардиолога, у нее, конечно, помимо своей работы, видите, сколько больных ведет параллельно своей работе. Видите, быть лечащим врачом и в то же время быть в какой-то степени администратором – это всегда сложно. Например, вот буквально недавно у нас приезжала в республику целая команда представителей федеральных исследовательских центров научно-медицинских. Было очень тоже жестко. Нам пришлось потрудиться, чтобы достойно пройти этот аудит. Такая помощь именно со стороны Российской Федерации для нашей республики оказывается в достаточно большом объеме. Каждый такой визит – это приведение в порядок нашей документации. Это систематизация нашей работы. Ну и, наверное, это какие-то финансовые вливания. Это возможность строить ФАПы, поликлиники, улучшать нашу материально-техническую базу, обновлять наше действующее оборудование. Я думаю, что мы сами не справились бы. А сейчас вот медицина в Бурятии именно, я считаю, она на достаточно высоком уровне. По крайней мере, соседние регионы об этом знают. Сравнение с разрухой 90-х годов, потому что мы в 90-е годы уже начинали работать. Конечно, это небо и земля. Я думаю, очень многое вкладывается в медицину, потому что мы, когда начинали операцию на сердце делать, до того, как мы начали делать, это была фантастика для нас. Для этого были закуплены все современнейшие аппаратуры, оборудование. Такое было мощнейшее оснащение у нас, в Американской больнице. Вот эта вся аппаратура, она, в общем-то, всегда идёт, как правило, по каким-либо национальным проектам. Поэтому развитие, конечно, вообще всеми меньшим шаганием прошло медицина. Поэтому мы все этапы, в общем-то, прошли. Поэтому у нас медицина не стоит. А почему не стоит? Без поддержки правительства, министерства, государства этого, конечно, не было. Это потому что громадные финансовые вложения. Ну, в каждой медицинской семье это нормально обсуждать рабочие моменты. А тем более у нас в смежных специальностях это ежедневные планёрки, да. Да. Утренние, вечерние, ночные. Мы обсуждаем наших пациентов, мы не сходимся во мнениях иногда. Мы, ну, на самом деле, очень много пытаемся сделать для наших больных. И с той стороны, и с этой стороны. Наша старшая дочь закончила с золотой медалью школу, с красным дипломом в наш медицинский институт БГУ. Вышла замуж, поехала в ординатуру по кардиологии в Томск. Закончила её, вернулась, отработала в нашем отделении два года. И сейчас в декретном отпуске. Младшая дочь сейчас учится в Иркутском медицинском университете на третьем курсе. Но она решила стать хирургом. Я пока это очень не приветствую, но папа наш радуется пока потихонечку. Но посмотрим, что из этого выйдет. Домой приезжаешь, рассказываешь вот такую блестящую операцию, такого тяжёлого пациента спасли и так далее. Вот такие разговоры, когда слышат, естественно, гордость, я думаю, у детей за родителей. Дома всегда разговоры о медицине. В последующем в школе у них тоже медицинский класс был, и они сами выбрали. Мы никогда не говорили именно стать врачами и так далее. Но иногда, конечно, говорили, что если станете врачами, конечно, нам будет легче вам помочь в чём-то. Всё это, мне кажется, благотворно повлияло, что они тоже захотели стать врачами. И вот эти бесконечные обсуждения медицинской ситуации в семье и на завтрак, и на обид, и на ужин, я думаю, это накладывает свой отпечаток и на определённую профессиональную деформацию, в том числе, у будущих детей. Они просто понимают, что это их среда, и по-другому жить невозможно. Наверное. Во-первых, наша старшая дочь, она родилась в 90-е годы. Это 96-й год был. Это, считайте, ни зарплаты, ни достойного жилья. Мы кочевали по съёмным квартирам. С Алёной нам сложно было, и там много упущенных возможностей. Просто потому что или на работе, или вот, как говорится, в поиске хлеба насущного. И можно сказать, что она сама пробивалась в жизни. У нас есть несколько смешных историй, например, одна из них, как она поступала в школу. Это же очень важное событие, когда ребёнок оканчивает детский сад и поступает в школу. И у нас даже вот в тот момент не было возможности сходить на вот это вот событие. Уроки мы с ней не делали никогда. Почему? Потому что наша Арина училась в поиске семьи Ильконина Давыдова, и она приносила домой вот эти домашние задания совершенно непонятные. Ну, в общем, и потом, с тех пор Арина сказала, всё, короче, родители, я сама. И мы ни разу не заглядывали в её тетрадки, учебники. Болтой медалью закончил, институт закончил с красным дипломом. Ну, явно, чтобы проявляли обиду и так далее, что-то выговаривали родителям и так далее. Такого нет у нас, воспитание немножко такое классическое, восточно-бурятское, скажем. Поэтому пока мы уже родители можем, как говорится, цыть сказать. Вот в отношении детей мы всегда, как учили и мои родители, и родители Айоми, один лучше другого не должен быть. Если, когда кто-то из родителей поругал за что-то, то второй родитель обязательно принимает в сторону родителей. Даже если мама не права, может быть, не поддерживает, говорю, нет, Мама права. Воспитание наше, честно, такое, я скажу, бурятское. Если бы мне сейчас сказали, что ты будешь делать, да, вот готова ты бросить работу? Не вопрос, легко. Семья в пляритике, однозначно. Но таких моментов прямо, чтобы требовали вот такого отречения, скажем так, нет. Ещё пока не было, Слаудович. Рождение ребёнка – это всегда большая радость. И, собственно, для чего должна жена общая? Если не рожать детей. Я абсолютно счастлива. У меня есть всё, чего я хотела. У меня есть семья, у меня есть крыша над головой, у меня есть машина, работа. Ну а что ещё надо? Ну, может быть, там, здоровья чуть-чуть, может быть, внешности чуть-чуть, конечно, щиром, да? Надо излучать позитив всегда и во всём. Никогда не надо жаловаться, никогда не надо стенать, никогда не надо говорить, что у тебя всё плохо. Надо просто любить, жить, делать всю работу спокойно, достойно и уважительно. Это вот как Чингисхан говорил, да? Боишься – не делай. А делаешь – не ебуйся. Эх, хе-хе-хе-хе. Продолжение следует...